МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничный забег. 9 мая на площади состоялась традиционная легкотлетическая эстафета. Далее расскажем обо всем подробно. По традиции, в День Победы жители города, представители Думы, администрации и Рфятсвнеев возложили цветы к Вечному огню. Также сыровчане смогли увидеть парад военной техники клуба 1945. Акция «Бессмертный полк» из-за коронавирусных ограничений в этом году снова прошла онлайн. На часах без 15 и 9. Площадка у Вечного огня постепенно заполняется людьми. Сегодня жители города пришли сюда, чтобы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вот стихают песни о войне, торжественное возложение открывает лития. После службы подмерные звуки метронома к мемориалу возлагают гирлянду памяти. Вот прозвучали три холостых выстрела, и к Вечному огню с цветами подходят представители администрации Думы и Рфятсвнеев. С салами-гвоздиками к памятнику подходят и саровчане. Но самое замечательное сегодня в этом празднике, что люди, которых никто не организовывал, никто их не призывал приходить к Вечному огню. Сегодня просто огромное количество людей здесь около Вечного огня идут с цветами, с венками, возлагают. Ну, это говорит еще раз о том, что саровчане чтят этот день, как день удивительный, необыкновенный и очень памятный. Встретить 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне традиционным шествием бессмертного полка не позволили коронавирусные ограничения. Однако многие саровчане пришли в это утро к мемориалу с фотографиями воевавших родных. Дедушку Татьяны Барышевой призвали на фронт еще в 41-м году. На самом деле мы про деда очень мало знаем, потому что, когда он пришел с войны, он мало вообще что рассказывал про эту войну. Мы уже потом, спустя какое-то время, начали искать, где он воевал, какие медали у него были. Вячеслав Воинов на праздник пришел с портретом своего отца Ивана Ерофеевича, который под Волоколамском воевал в гаубичном полку, был ранен и в госпитале повстречал свою будущую супругу. Попал в стационарный госпиталь, в Болтатский край. Там познакомился с мамой. Она работала там медсестрой. А в начале войны служила во фронтовых поездах, которые вдоль фронта подбирали раненых. А потом перешла в стационарный госпиталь. Завершил мероприятие парад военной техники. Главный военный парад, посвященный Дню Победы, состоялся 9 мая на Красной площади в Москве. Перед началом парада президент Владимир Путин по традиции выступил с торжественной речью. Поздравляю вас с Днем Победы. Победа колоссального исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным. В параде приняли участие 12,5 тысяч человек. Представители сухопутных войск, летчики, моряки, десантники, пограничники, слушатели военных академий, женские парадные расчеты и военнослужащие МЧС и Росгвардии. В механизированной колонии прошли более 190 единиц военной техники. В завершении парада, несмотря на сложные погодные условия, над Красной площадью пролетели 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ. В День Победы педагоги школ искусства, артисты драматического театра и участники клуба 1945 организовали небольшие праздничные концерты у домов, где живут ветераны. Фронтовая бригада исполнила песни о войне и Великой Победе. На одном из концертов побывала и наша съемочная группа. Эмоции в этот праздничный день действительно трудно сдержать. Победа и свобода, которые достались ценой миллионов жизней, эхом отзывается в сердцах ветеранов. У их домов фронтовая бригада организовала небольшие концерты. Николай Финько не понаслышке знает, как рисковали жизнями солдаты советской армии. Теперь ветеран желает лишь одного, чтобы подобные ужасы войны не затронули наше и будущее поколение. Вот я получил ранение в Нижнем Канильберге. Тяжелое ранение получил. И он ударил меня вот сюда, пули снайпер, и пролетел вот сюда. Выжил. Я это сам пережил. Знаю трудности. И хотелось, чтобы народ жил спокойнее, без всяких потрясений и этих страстей. В состав фронтовой бригады вошли педагоги школ искусства, актеры Саровского драматического театра и участники клуба 1945, которые предоставили военную технику. Пели о боях, о родном доме, о героях тех событий, о великой победе. По словам солистки Татьяны Бычковой, выступать перед ветеранами вдвойне ответственно и почетно. Выражать благодарность за мирное небо и спокойную жизнь необходимо как можно чаще. Некоторые у нас в бригаде нашей не могут сдержать даже слез, потому что песни, мы смотрим на ветеранов, они плачут, им приятно, у них это, и нас это, конечно, тоже трогает. Самое главное, чтобы они были здоровы и чтобы они знали, что мы о них помним. Соседи и жители близлежащих домов смогли также насладиться выступлениями. Многие выходили во двор, подпевали знакомым мелодиям и танцевали вместе с ветеранами и артистами. Накануне Дня Победы в парке имени Зернова проходила традиционная акция «Георгиевская ленточка». Военнослужащие Саровской дивизии раздавали всем желающим черно-оранжевую ленту – символ памяти и воинской славы. Для гостей парка выступили военный оркестр и коллектив художественной самодеятельности гарнизонного клуба войсковой части. Под аккомпанемент оркестр в парке Зернова всем желающим раздавали георгиевские ленты. Важный атрибут Дня Победы – это символ воинской славы, дань уважения ветеранам и напоминание о тех, кто пал на поле боя. Хочу, чтобы почаще таких было концертов, и чтобы душу трогает. Прелесть. Я радуюсь духовному оркестру. Все песни выстраданные. Ну, я думаю, это своего рода патриотическое воспитание. Те, кто слушает эти песни с удовольствием, своих родственников воспринимает. Для многих зрителей это не просто концерт. Это возможность вспомнить о родственниках, которые воевали, и погрузиться в атмосферу того времени. Великая Отечественная война затронула каждую семью. И такие акции помогают сохранить память о предках, их мужестве, стойкости, подвиге, которые они совершили. До слез. Вот стою и пою вместе с ним. Эмоции просто захлестывают. И вот этот День Победы, он для нас очень важен. У меня дед в 41-м году пропал без вести. Вот обязательно пойду на бессмертный полк с его фотографией. Очень важный для меня день. Живое исполнение патриотических песен оставило в сердцах зрителей восторг и бурю положительных эмоций. Некоторые не смогли сдержать слез, а другие радостно танцевали и аплодировали исполнителям. Весь день 9 мая в парке имени Зернова проходили праздничные мероприятия. Горожане смогли увидеть выставку военной техники от клуба 1945. Посмотреть на большом экране онлайн-трансляцию всероссийской акции «Бессмертный полк». Для юных сыровчан работали аттракционы. Подробности в следующем репортаже. Музыка военных лет, доносящаяся изо всех уголков парка имени Зернова, встречала каждого, кто пришел на празднование Дня Победы. Погрузиться в атмосферу времени посетителям парка помог военно-исторический клуб 1945. Взрослые и дети с интересом рассматривали военную технику. Юные сыровчане могли посидеть за рулем ретроавтомобилей и сфотографироваться на память. Выставка небольшая. Здесь всего порядка три мотоцикла и несколько автомобилей, включая бронеавтомобиль, который тоже уехал уже на базу. Три очень тяжелых грузовых автомобиля. И Велес и ГАЗ-67. Ну такие военные машины, в общем-то, которые очень трепетно и нежно восстановлены на базе клуба 1945. После выставки на набережной реки Сатис в рамках медиапроекта «Экран живой памяти поколений» показали документальные и художественные фильмы о войне. Здесь же прошла онлайн-акция «Бессмертный полк». На большом экране сыровчане могли увидеть фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны. Мой прадед воевал, и для меня это очень важно, важно для моей семьи. И я очень рада, что этот праздник продолжает праздновать уже столько лет, уже 76 лет. И что люди продолжают проходить на парады, помнить всех своих предков, помнить их великие подвиги. И считают, что такая традиция не должна никогда прекращаться, потому что это правда важно для всех. Участники клуба «Струна» уже не первый год по собственной инициативе организуют в парке концерт военных песен. Они исполняют их вживую под аккомпанемент гитары. У нас такая традиция. На 9 мая всегда приходим в парк, поем песни военные. И это нам поднимает настроение, поднимает настроение всем жителям. У нас есть история, которая выражается как-то в рассказах, в учебниках, в каких-то произведениях. Мы историю воспринимаем через песни. Мы приобщаемся к нашей истории через песни. Это и ребятам поднимает дух тоже. И напоминает через песни о том, что произошло. Формат выступления позволял гостям парка не только слушать, но и подпевать артистам, выбирать следующую композицию. Не младь, девчонка, пройдут дожди. Также посетители парка смогли отдохнуть на каруселях и прокатиться на лодках. Помнит сердце, не забудет никогда. Одним из заключительных мероприятий в честь празднования 9 мая стал вальс победы в парке имени Зернова. Под мелодию майского вальса в танце закружилось около 15 пар. Подробности в следующем репортаже. Под мотивы композиции «Весна 45-го года» мужчины в советской форме и девушки в легких платьях станцевали вальс победы. Благодаря стилизованному флэш-мобу гости парка имени Зернова смогли окунуться в атмосферу праздника, царившую в каждом доме и на каждой улочке в том самом мае. Воевали наши деды, наши бабушки. Мы это выступление встретили своим дедушкам. Да, это больше своих дедушек и бабушек, которых уже, к сожалению, нет в живых, но память, она всегда с нами. Патриотическая акция объединила около 30 человек. На протяжении месяца они на паркете Дома молодежи оттачивали движения и готовили образы. Были как опытные пары, так и новички. Поэтому организаторы старались подобрать оптимальный уровень сложности хореографии. Все молодцы, я очень рада, что столько народу откликнулось. И были не только люди, которые уже имеют танцевальный опыт, но и пришли где-то 3-4 пары, которые буквально с нами с первых шагов учились вальсировать на моих занятиях. И они справились. Сегодня вполне гармонично влились в наш рисунок. Все было здорово. Конечно, эмоций куча. Быть причастным к чему-то большому и светлому, такой вот как праздник 9 мая, это здорово. Это, конечно, вдохновляет. Городская праздничная программа завершилась на мосту строителя Захарова. Красочный фейерверк, салют победы, саровчане также смогли наблюдать с набережной парка. 9 мая на площади Ленина прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие школьники, представители городских организаций и предприятий. Команды должны были пробежать 3 километра, показав лучшее время. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. 10 этапов общей протяженностью около 3 километров. Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла на площади Ленина сразу после торжественного возложения цветов у Вечного огня. Я считаю, что таким образом спортсмены отмечают великий праздник, который празднует весь советский народ. И в целом, вот ребята, таким образом спортсмены показывают свои результаты, командные результаты, побеждают. Кто-то побеждает и занимает призовые места, кто-то побеждает себя, преодолевает себя и тоже считает себя сегодня победителем. И вновь в формат мероприятия вмешались коронавирусные ограничения. Традиционного парада участников не было, но на витающей воздухе праздничной атмосфере это никак не сказалось. Эстафету открыли команды школ города. В первой возрастной группе 13-15 лет победу одержал лицей номер 15, во второй 16-18 лет школа номер 13. Сложно было собраться, как бы давит на тебя вся эта ответственность, боишься подвести команду, потерять палочку и тому подобное. Бежалось легко, погода подходящая, поэтому бежать было несложно. Честно, я не ожидал, думал, будет все хуже, но команда у нас получилась довольно-таки сильная. Соперники тоже молодцы, хорошо боролись. Среди женских команд лучшими оказались участницы от РФЯЦ в НИЕВ. У мужчин лидерами стали представители воинской части 32-74. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей!